Помню, как в 1988 году на площади у оперы мы кричали «Ленин», «Партия», «Горбачев». Мы очень им верили и надеялись на их помощь. Потом разочарование. Кричали «Комите», «Левон», а потом новое разочарование «Кор Левон». Помните, деньги была у нас мелочь? «Лума», «Левон уны мячик», «Левон имеет один глаз» и так далее. И по сей день, вот до сегодняшнего дня, и имеем то, что имеем. Новая надежда всегда рождала новое разочарование. Мир вам, дорогие зрители. Бывает так, что вера постыжает, рождает разочарование. А бывает, что не постыжает, а приумножает и укрепляет веру. А как такое может быть, спросите вы. Как надеяться, чтобы надежда не постыжала бы? Святой Григорий Татевоци отвечает двойным образом. Во-первых, для надежды нужны четыре вещи. То есть, объект надежды, надеющиеся надежды и само упование. Итак, объект надежды сам Христос, надеющийся сам человек. Надежда сама по себе как сила и упование, то есть само действие, ожидание. И когда эти четыре будут вместе, вот тогда и надежда не постыдит. Во-вторых, для объекта надежды также нужны четыре вещи. То есть, чтобы объект мог, желал, знал и всегда пребывал. Итак, Христос всемогущ, всегда добра желает. Он знает, что выгодно всем людям и пребывает вечно. И поэтому ту надежду, которую имеем ко Христу, она никогда не постыжает ни здесь и ни в вечности. Но как надежда может постыдить? Это когда мы надеемся на человека. Так как люди слабы, недоброжелательны, невежды и приходящие. И возложенная на них надежда остается несовершенной. Вот поэтому и наставляет нас пророк. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нету спасения. Псалом 145, 3 стих. В другом же месте говорит следующее. Лучше уповать на Господа, нежели на человека и на князей. Псалом 117, 8-9 стих. А вот у пророка Иеремии узнаем следующее. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает свою опору. Иеремия 17, глава 5 стих. Дорогие, не надейтесь на людей, тем более обещающих горы. Чтобы не попасть под проклятие, на какой бы стороне вы не стояли бы. Какую бы партийную идеологию не защищали бы. Чем больше надежды, тем больше разочарования и больше проклятия. Что мы видим за эти последние 30 лет. И что испытали, скажем так, на своей коже. Желаю вам мудрости, чтобы вы не осознавая того, не стали бы распространителями негатива, зла и проклятий. Чтобы не осознавая того, не стали бы хулителями церкви. Чтобы не осознавание того и подаваясь эмоциям, отравляли бы свою душу ненавистью. Ибо тот, кто ненавидит, тот есть человека-убийца, как говорит апостол. Чтобы не осознавая того, не стали бы носителями дезинформации, лжи. Ибо лжецы царства не наследуют. Наша надежда наш Господь Бог Иисус Христос. Все им и через Него. Вне Христа нету надежды. Не должно быть. Вне Христа нету спасения для Армении. На сегодня столько, дорогие. Спасибо вам и храни вас Господь.